Всем привет, с вами Артём, и в этом видео я расскажу о видеорегистраторе SDOM GS63H, посмотрим как он приходит, его технические характеристики, всё о нём расскажу, ну и конечно же покажу как он снимает видео. Если что, необработанные видеофайлы есть по ссылке в описании, вы можете перейти и посмотреть, ну и в этот видеоролик я их тоже вставлю. Перед просмотром видео попрошу от вас поставить лайк, также подписывайтесь на канал, ну и также не забывайте, что в описании есть все социальные сети, подписывайтесь, там много полезной и нужной информации. Ну и конечно же телеграм-канал с различными промокодами, очень часто туда почту информацию, поэтому ссылка есть у вас на экране, также у нас есть в описании, различные подборки на доставку продуктов, различные скидки на различные сервисы, в общем подписывайтесь. Ну а сейчас предлагаю посмотреть, как же приходит наш видеорегистратор и что он из себя представляет. Ну а заказывал я видеорегистратор в официальном магазине SDOM на Алиэкспресс, если что я ссылку оставлю в описании, можете перейти и посмотреть актуальную цену, потому что бывают какие-то купоны от продавца, в общем ссылка в описании. Доставка, кстати, всего 5 дней, потому что товар шел из России. Ну и давайте же посмотрим, что у нас находится внутри коробки, кстати углы не мяты, это уже приятно. Так, внутри нас встречает сам видеорегистратор вот в таком пакете, давайте посмотрим на сколы, на царапины. Так, на основной линзе у нас есть пленка, на заднем экране тоже, в общем все в порядке, давайте расскажу о нем поподробнее чуть попозже. Сначала посмотрим комплектацию, что же у нас там есть. Во-первых, это клипсы, наклейка основы для крепления самого кабеля, также есть зарядное устройство в прикуриватель, тоже фирменное SDOM. Угловой кабель мини-USB, мини-USB 2023 год, почему бы не сделать Type-C. Ну и сама присоска на лобовое стекло. В целом по комплектации все, ну и конечно же есть мануал, куда же без него, в принципе там есть вся подробная информация, но и на русском языке она также присутствует, поэтому имейте это в виду. Ну а сейчас давайте приступим к подробному обзору данного регистратора. Размер видеорегистратора 7 на 6 сантиметров. На передней части устройства расположен объектив, логотип, надпись 4К и значок Wi-Fi. В верхней части есть наплыв, в котором расположен GPS-приемник. На задней части расположен дисплей размером 2,4 дюйма, а под ним 5 кнопок управления. Слева направо, первый это вход в меню, вторая это передвижение по меню вверх, третий это в режиме записи включать защиту от перезаписи и в режиме просмотра короткое нажатие Wi-Fi, длинное нажатие парковка. Четвертая кнопка передвижения по меню вниз и пятая это подтверждение выбора настроек меню и старт-стоп записи. На левой грани устройства расположена кнопка включения, а также она выключает дисплей во время работы и также есть слот для карты microSD. На противоположной стороне разместился мини-USB разъем для питания устройства, а также разъем мини-HDMI для подключения, к примеру, к телевизору. На верхней грани есть наклейка с серийным номером и вход AV-IN для подключения камеры заднего вида. Снизу расположилась кнопка сброса и отверстие для микрофона. Как видно из описания, в регистраторе присутствует Wi-Fi модуль и имеется приложение для работы с ним. Можно использовать приложение S-DOM либо же LuckyCam. Функционал одинаковый, есть как в PlayMarket, так и в App Store. Также в устройстве имеется модуль GPS, то есть можно посмотреть весь свой маршрут. Для этого скачиваем приложение Dash Cam GPS Player и пользуемся. Думаю, будет удобно в решении спорных ситуаций. Подробные характеристики видеорегистратора есть у вас на экране. Вы можете остановить это видео и все спокойно прочитать. Давайте пройдемся по меню видеорегистратора и посмотрим, что в нем есть. У видеорегистратора две вкладки меню. Это видео и настройки. И начнем с первого. Ну, во-первых, это разрешение. Есть 4К. Видео 24 кадра в секунду, но я думаю, что оптимально это Full HD 60, более чем в порядке. Цикл записи 3, 5, либо 10 минут, либо вообще его выключить. Есть вариант таймлапса до 2 секунд, что в целом довольно неплохо. Режим VDR включен или выключен. Также экспозиция. Я держу на нуле, но кому посветлее, кому потемнее, тоже ваш выбор. Вертикальный переворот видео выключен. Также есть распознавание движения, чтобы регистратор включался, когда что-то двигается рядом. Также есть режим парковки. Включен, выключен. Имеется запись звука, либо она не имеется. В общем, включить или выключить на ваше усмотрение. Также есть штамп даты и времени на самом видео. GPS статус. И также найдет... Ну, я не думаю, что он найдет сейчас спутники, потому что я нахожусь не в машине. Но в машине все нормально. Вы видели в прошлом кадре. Там все было в программе прорисовано более чем хорошо. Есть G-сенсор, отображение либо километра, либо мили. И живая скорость тоже я включил. Ну и вторая подкладка меню это настройки. Во-первых, Wi-Fi. Time zone это время плюс-минус там с Москвой. В общем, формат даты и времени тоже все настраивается без проблем. Заставка на экране. Либо включить, либо выключить. Также есть звук клавиш. Я его включил на всякий случай. Громкость, как он записывает. Точнее, как звук клавиш у нас идет либо громко, либо тише. Также есть, конечно же, настройка на все русском языке. Но как это видно? Частота освещения 60 кадров. Можно посмотреть, насколько заполнена карта памяти. Отформатировать. Перезагрузить сам видеорегистратор и версия ПО. В автомобиле он выглядит следующим образом. Присоска качественная и хорошо крепится на лобовое стекло. Регистратор не дребезжит при поездке, а приложив небольшое усилие, ему можно повернуть для записи видео в салоне авто. Когда дисплей выключается, в затемненном режиме он показывает скорость и время. Выглядит приятно и не отвлекает внимания. Ну а сейчас предлагаю посмотреть... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok 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 До скорого как-нибудь увидимся